Доброе утро, мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики. С вами снова я, ваш горячо любимый Ланзар. Сегодня мы продолжаем прохождение видеоновеллы под названием Хроники Последних Дней. В прошлой серии мы с вами познакомились с еще одним персонажем, Венди, которая, судя по всему, встретила свой конец на вот этой возвышенности, ну, встретила конец своего жизненного пути. И, исходя из того, что мы выяснили в прошлой серии, Венди занималась в основном двумя вещами. Она собирала трупы погибших птиц, которые погибли черт знает от чего, и была в поисках своего блудного сына Стивена, который, по сути, является одним из ключевых персонажей данной истории. И, судя по всему, на данном этапе уже можно прийти к выводу, что Стивен является, так скажем, инициатором того, что произошло с жителями данного городка. Ну, чтобы дальше разобраться, что же здесь все-таки произошло, нам надо и дальше копаться в дебрях данного мироздания. Так что давайте начнем прохождение. Сегодня я, кстати говоря, как раз начал немножко не по традиции, начал прохождение с утра, поскольку проснулся в 4 утра. Вчера мы праздновали день рождения моей дочки. У нас разница по дням рождения всего лишь в 4 дня. Так что я решил не тратить время зря. Раз проснулся, значит, надо и дальше постигать истину вместе с вами, дорогие друзья. Ну, вообще красота. Честно сказать, вот когда каждый раз заново проходишь данную игру, хотя вот 2-3 дня прошло с последней серии, но каждый раз краски ощущаются по-новому. Я не знаю, это может из-за недосыпа, может такие ощущения, но в целом постоянно вот эти ощущения, цветопередачи, они воспринимаются по-новому. Но вообще очень красиво. Я очень-очень хотел попробовать вот эту игру пройти с помощью шлема VR. Но, к сожалению, данная новелла, она не поддерживает данную функцию. В отличие от первой игры компании WeChinese Room, D-Restor, которую адаптировали под использование VR. Между прочим, сразу скажу, что прохождение подобных игр непосредственно в VR, это довольно тошнотворный экспириенс, поскольку начинает тошнить сразу же. Если у тебя хорошая вестибулярка, кстати говоря, это хорошая тренировка для вестибулярки в целом. О, вот и наш следующий персонаж. Так, кто же у нас будет? Фрэнк. Какая красота. Я уже начинаю жалеть, что я не занялся этим вообще чуток раньше. Хотя бы с год назад. Хотя, как мне кажется, я бы уже не стал бы получать столь удовольствия от прохождения. Но можно это списать на то, что я просто отстрочил тот кайф, который я сейчас получаю от прохождения. Вот там, кстати говоря, я так понимаю, вот автомобиль с последней сцены, где Стивен пытался завести машину. Мы туда подниматься уже не станем. Но давайте начнем отсюда. Вот. Красота. Прямо Санта-Барбара какая-то твалица. Тогда сам не спеши других судить. Прости, Фрэнк. Рот держи на замке, нос никуда не сует. Глаза в пол, справишься? Рот, нос, глаза. Понял. И держись подальше от Рэйчел. Я видел, как вы переглядываетесь. Да ее отец знает, мало радости будет, если тобой сам Бейкер займется. А теперь дай-ка мне ключ. Попробуем колесо обратно поставить. Обожаю ферму. Вот честное слово. Я бы с удовольствием бы занимался бы сбором тюков. Ну, не везде, конечно. В Сибири у нас этим заниматься это целый сущий кошмар. Но в таком городке, если бы он реально существовал бы, я бы этим занимался в особый кайф. Вот честное слово. Удовольствие здесь не занять, ничем не обменять. Вы посмотрите вот на эту картину. Пшеничное поле, да? И прямо дуб посреди него. Ну, разве не прелесть? Так, давайте потихоньку тогда туда топать. Может, что-то мы разузнаем рядом с дубом. Но здесь у нас локация покрупнее, чем в истории Уэнди. Там всего лишь несколько домов было. А здесь у нас целое поле. Так, давайте разгонимся немножко. Посмотрим, сможем ли разогнаться. Вот сам принцип того, что мы здесь медленно разгоняемся, сразу намекает на то, что мы с вами... Вот данный персонаж, который сейчас двигается, это не человек, далеко не человек. Это, скорее всего, просто... Третье лицо. Очужденное повествование. Хе-хе-хе. Это касается только меня и воров. Надеюсь, вы потом мне это объясните. Не нужно в это дело лезть. Слушайте, по-моему, вы ничего так. Не надо переживать из-за деревенских. Пока я одна, у меня все хорошо. Это Стивен любит быть в центре внимания. Стало быть, ничего не изменилось. Вы злой человек, Фрэнсис Эпплтон. Не удивительно, что с вами даже сестра не хочет говорить. Да, еще и плюнуло в душу. Получается, это было в основном место для посиделок с бухлом и куревом. О, ребят. Сейчас начался самый любимый мой саундтрек. Вы просто от кайфа сейчас лопнете. Настолько красивая музыка, я нигде еще не слышал. Ложь пробирает до мурашек. Джессика Карри это просто золото. Такую музыку сделать, это просто надо, я не знаю, не от мира сего быть. Она действительно такой персонаж, не от мира сего. Тут у нас пруд небольшой. Давайте-ка сейчас пройдем здесь. Насколько я помню, здесь есть тоже небольшой сарайчик, да, где можно много чего разузнать. Красота. Да, кстати, вон сарайчик. О, маленький кемпинг-лагерь. В микроскоп видно, что свет повторяет клеточную структуру крыльев. Примитивность нервной системы насекомых, похоже, предотвращает полную ассимиляцию, так что никаких кровотечений, как у птиц, не видно. Но Стирен ошибается. Это не нападение. А побочный эффект попыток общаться. Оно становится умнее, учится, адаптируется. Уверена, скоро будет прорыв. Ну, надо понимать, что эта история больше из научной фантастики, накрученная на основе многих, так скажем, работ того же Джона Оруэлла. У автора есть такой автор 1984, насколько я помню, такая книжка есть. Ну, вот, я не знаю, я не фанат вот таких вот чрезмерных научных фантастик, да, но если это приземленная фантастика, да, тогда я с обеими руками и ногами читаю. Да, 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 я знаю, сейчас подойдем. Вы посмотрите, прям идеальное место для рыбалки. Да, 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 там уже все пыхтит, стреляет. Вот, тут у нас ведро, да. Вот здесь вот очень удобно размещены вот эти все карты. Короче, если вдруг потеряетесь и круги наворачиваете, вот по данным картам легко определить, где вы находитесь. You are here, вон там написано красным. Так что здесь довольно трудно потеряться, но при этом надо понимать, что это открытый мир. И здесь можно спокойно попасть даже в будущую локацию, до которой нам еще пилить и пилить. То есть здесь свободное перемещение. Так, ну-ка, 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 товарищ, отойди. Фрэнк какой-то агрессивный тут. Ну-ка, что у нас здесь? Это тот разговор, который мы по телефону слышали. Ты хочешь, чтобы я подписал смертный приговор своей семье? Черт, да знаю я! И я буду тут, когда полетят бомбы! Нет. Не надо мне выговоривать, слезняк ты бесхребетный! Дупые засранцы! Нет! Если есть идеи, иди сюда и попробуй все уладить! Скажи там своим, что времени на раздумья нет. Скажи, что надо делать. Другого пути нет, ты должен! Да. Стивен натворил делов. Ну, это видно, что данный пазик чисто мужской, потому что, видите, посуда не умытая. Все разбросано налево-направо. Характерный мужской чуланчик. Так, это у нас что? А, точно, да! Вот туда нам, я думаю, пилить пока не стоит, потому что... Или пройдемся. Давайте пройдемся. Вдруг что-то там я разу знаю. Может, там есть какие-то воспоминания, которые тоже очень важны для повествования. Есть вероятность, что мы просто не наткнемся на них потом, в будущем. Вот тут скамейка, ага. Вот тут жереби. Когда я решил, что я выдержу, я никогда не смогу отблагодарить тебя. Она была хорошей женщиной, Франк. Лучшей. Это про жену говорит. Просто вернуться в церковь, к остальным прихожанам. Им тебя не хватает. Я ненавижу его, святой отец. Я не могу стоять на коленях и притворяться. И я не понимаю, как ты его не ненавидишь. Я изо всех сил стараюсь, Франк. Реальность немного расходится с должностными обязанностями. Вера же есть в осуществлении ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы должны верить ему, даже если пути его неиспобедимы. Надеюсь увидеть тебя в воскресенье. Да. Вот это лепота. Ну, честно говоря, ребят, это уже сугубо индивидуальное дело и силы веры каждого из нас. Каждый из нас на каком-то этапе своей жизни теряет родных, близких. Что-то случается. И каждый может по-своему воспринимать и бороться с потерей по-своему. Кто-то уповает на силу Божью, кто-то, ну, как бы это было бы не сказано зло, осуждает Господа. Ну, что сделаешь? Никто из нас не вечен. Жизнь, наверное, такая. Так, давайте-ка пойдем дальше. У нас там-то еще целое поле, которое мы должны просто, как говорится, проштудировать полностью. О, здесь, по-моему, где-то передатчик есть. Да, точно наверху здесь. Стивен не понимает, я сдаюсь. Если бы даже он был здесь, чтобы пережить все непосредственно, он все равно бы не понял. Нужно найти способ усилить сигнал с обеих сторон. Абстрактные понятия, надо усилить сигнал, что-то еще сделать. Какой сигнал она хочет усилить, еще непонятно. Но, если абстрактно подходить, ну, приземленно, да, можно прийти к некоторым заключениям, что якобы вот то самое нечто, да, с которым она контактировала, ну, Кейт контактировала, попало через телескоп на Землю. Потому что просто сюда, на конкретных поселочек, просто ниоткуда взяться данному существу, если еще не понять, оно одухотворенное или нет. Здесь много разных теорий. Ну, надо... А, давайте. Говорю ее. Наверное, это Кэтрин все устроила. Теперь они еще собираются пожениться до возвращения. Очень характерно, да? Почему бы не подождать до дома? А ты пойдешь? Господи, нет, конечно. Там будет полно ее друзей. Думаю, они все по-своему привыкли делать. Заглянешь чаю выпить? Оу. Нет, пожалуйста. Умоляю, восемь месяцев прошло. Просто поговори со мной. Ты не хотел разговаривать, пока Мэри была жива. Ты с Чарли Тейтом заливал горе, когда должен был быть дома за женой ухаживать. Умеешь же ты зудеть, Бенди Борис. Фрэнк Эпплтон, вернись и скажи это еще раз. Мать всегда говорила, что никудышный ты получился. Вот и кончишь ты плохо, попомни мои слова. Да, мягко говоря, словесно отымело. Я на чем остановился? На том, что все-таки надо понимать, что вот такие огромные проекты, а это большой проект, делаются не для того, чтобы, так скажем, не ради простого сюжета, не поверхностного сюжета. Здесь заложен довольно глубокий смысл. И то, что я говорю, еще раз повторюсь, то, что вы видите, не всегда кажется тем, что на самом деле вы видите. Так остановить поезда и не давать людям ездить, куда они хотят. Мне это не нравится, Фрэнк. Да никому это не нравится. Чего обсуждать-то? Люди здорово обозлились. Мне нелегко. Это ведь не я чертовы поезда остановил. Может, меня предупредил кто-нибудь об этом? Ничего подобного, не предупредили. Вчера только. Успокой, сговор. Временные трудности. А сегодня уже распоряжение правительства до дальнейших указаний. Потерпи уж там. А тут еще половина деревни куда-то делась. Всего пара людей, не полдеревни. Ага, это сейчас. Ну ты вспомни, я многое повидал. Я на Фолквиндах был. Сегодня с утра. Выбыл их старую сирену ПВО. Проверить, работает ли. Сирену? Господи, что ты с ней делать-то будешь? Нашел ее в кладовке на станции. Отнес домой, задвинул под кровать. Думаю, вдруг пригодится когда-нибудь. Ах, черт! Это просто кровь из носа. Вот, держи поток, чистый. Спасибо, Фрэнк. Так, кстати, говорит. Спасибо. Весь день сегодня, как из чертова крада. И у них холестало. Короче, у всех что-то дохлистало. Но опять же, нужно понимать, что здесь ничего сверхъестественного нет. Здесь все довольно приземленно. Даже вот история крови из носа. Конечно, у всех свои рассуждения. О, кстати говоря. Вот, пожалуйста, типичная мужская хата. Ну, мы знаем, у Фрэнка была жена Мэри, которая скончалась. И он длительное время, судя по всему, живет. Понятное дело, один. И вот, пожалуйста, яркий образец мужской хаты без жены. Вот так она выглядит. Двигатель на столе. Посуда не мытая. Краска. Чего только здесь не набито. Туалеты весь грязные. Короче, ничего хорошего. Обидно, конечно. Ну, что сделаешь? Какие-то колеса, горшки поломанные. Вот здесь... Ну, как по мне, это больше смахивает на картину. Можете вообразить себе. Здесь не просто так разбросаны вот эти поломанные картины. Можно представить, что насколько Фрэнк был огорчен. Ну, был в горе по потере любимой жены, что он начал ломать все вокруг. И, скорее всего, даже не прибрался после своего вот этого всего кошмара, который он здесь устроил. Ну, уже посуда здесь в зале везде разваленная. Типичная русская... Ой, говорю, русская. Все уж... Вот мусор, кстати говоря, тоже вот здесь не убранный. Но типичная мужская хата. Водовца. Так. Нет, сюда не пройдем. Сюда не пройдем. А! Понятно, ребят. Получается, она была на домашнем лечении. И вот, пожалуйста, палатная койка на дому. Кровать, точнее, передвижная. Смахивать на онкологию, скорее всего. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Где есть завсегдатый старик Коуз, Джон Коуз. Прошлой ночью куда-то ушел. И с концами. Теперь то же самое с миссис Боттон. Это и нет, неужели? Ей ведь прошлой весной ногу отрезали. Да в том-то и дело. У меня полная приемная народа с кровью из носа и головной болью. Комитет говорит, это грипп. Но я вот так не думаю. А у меня 35 лет практики за плечами. Ты все же сходи к ней. За 35 лет уже... Не отличить грипп от гриппа... Ладно. Я сам к ней схожу. О, и еще что, Фрэнк. Позвони в больницу. Пусть уже все заберут. 8 месяцев ведь прошло. Тут кислородный баллон стоит. Таблетки. Крест. Еще что-то. Тут где-то еще один радиопередатчик. Ну, судя по всему, она тяжело болела. Скорее всего, онкология. Вполне вероятно. Эх, печально. Вот это, по сути, ну, жизненная история. Здесь ничего сверхъестественного нет. Очень приземленная игра. Со всеми вытекающими. Отсюда идет, по-моему, звук. Ага. Сгорел радиотелескоп в шестой башне. Фоновое излучение, идущее из области Пенроуза, зашкаливает. Словно не только свет отклоняется от прямой линии, но и сама математика. Все окутано странным свечением. Чувствительность лица после ожога так и не восстановилась. Угу. После ожога? Интересно. Что же она сделала? Возможно, телескоп глядела и что-то ее ошпарило, так скажем. Опять же, надо понимать одну простую вещь, что на солнце глазеть в телескоп невооруженным глазом очень даже опасно. Там не то, что вы останетесь слепым. Можно просто поджарить свои глаза запросто. За доли секунды. Так что, пока не ясно и непонятно, что же они пытались. Вот, кстати, там в Сарачке мы еще не были, надо туда пилить. Опять возвращаемся на округи свои. Так что там совсем не совсем понятно все-таки. Кто-то будет это связывать со сверхъестественным, я особо так не считаю. Лично у меня изначально были сомнения в том, что мы ходим по реальному месту. Точнее говоря, оно реально было, скорее всего. Так. Тут уже все поле выкашено. Нам оттуда пришли, здесь еще не были. Привет, Грэнн. Доброе утро, Фрэнн. Что-то ты запыхался, что стряслось. Ворота в обсерватории сломались. Пришел спросить, не дошли и лестницу. Черт, да там футов 12 вниз. Я старый, но не беспомощный. Лестницу садай. Да я не говорил, что ты беспомощный. Рис, да Фрэнн. Принеси грамму лестницу за амбаром возьми. Сейчас. А ты будь поосторожнее. Не хочу, чтобы мне потом Стивен Эпплтон ныл, что ты шею сломал. Хе-хе-хе. Да. О, смотрите. Маленький уголок для отдыха и отвлечения. С кубиком Рубиком. Так. Ну, мы туда за сарай не пойдем. Там особо пройтись-то негде. Так. Что тут у нас? Так. Здесь тоже что-то есть. Да, кстати говоря. Периодически вот эти точки, где есть какое-то воспоминание, они будут проблесками выдавать себе, так что... Эй, нам надо поговорить! Господи, что же ты делаешь? Ты что такое задумал? Не мешай. Это важно. Ты был слизи. Будешь дурить, я тебе голову нахрен оторву, сынок. Нужно отследить структуру. Вот цель. Ты чего несешь, Стивен? Люди болеют. Птицы умирают. У меня вон коровы пали. Где Кейт? Наверху в башне, насколько я знаю. Нужно проверить радиальные координаты на основных излучателях. Если так и будет... Стивен, где Кейт? Что происходит? Просто не мешай! Стивен, Стивен, Стивен. И Кейт, кстати, тоже хорошо. Тут что-то набросали. Всякий мусор. Так, ну ладно-ка, давайте-ка дальше пойдем посмотрим, что нас там дальше ждет. Так... Ну отсюда мы... А, да, отсюда мы спустимся вниз. Посмотрите, какой красивый вид открывается на мельницу. Это просто кайф какой-то. Визуально это просто нечто. Ага, тут у нас тоже есть воспоминания. По-моему, это коровник. Да-да-да-да, это точно коровник. Видите, загоны. Ты вчера ничего не говорил о том, что они заболели? Я их поздно ночью проверил, когда вернулся. Все было хорошо. И мухи летают. Скажи-ка, Чарли, ты сегодня птиц слышал? Угу. Ну, если честно, не обратил. Намек такой издалека. Сестра говорит, вокруг холма Рикина они прям с неба падают. А доктор Роид сказал, в деревне полно больных. Мэк Веллелла не спешит с доставкой. Все равно долина на карантине. Наверное, придется пересидеть. Все наладится, Фрэнк. Наладится, говоришь? Да, ты прав. Коров мне твоих жаль, Фрэнк. Как все уляжутся, тебе помогут. Должна же быть какая-то программа помощи. Ты радио послушай. Никто не надеется, что все уляжется. Я так тебе скажу. Все еще впереди. Да, жестко. Ну да. Как может надеяться на то, что что-то уляжется, если у тебя целое поголовье полегло? Ну, сами знаем, не понаслышке, что это такое, когда у тебя коровы все погибают. Ну, у нас не коров были. Мы так... Вон там, кстати, тоже был проблеск. Мы держали коров, но по большей части держали кроликов. И были такие прецеденты, скажем, когда мы держали где-то, насколько помню, 20 крольчат или что-то в этом духе. Половину держали на земле, а половину, получается, мы сделали домики вот такие наверху. Короче, суть в чем. Зимой у нас появились крысы. И, короче, они отравили воду, и кролики, понятное дело, всю эту воду выпили, и их начало парализовывать. Получается, половина кроликов парализовала, половину крысы сгрызли. И у нас, пока мы собрали трупов, где-то на мешка два. Три мешка где-то, два-три мешка. Вот, пожалуйста. Поэтому мы не понаслишке знаем, что это такое. Спасибо, Фрэнк. Теперь она не будет мешаться на дороге. Не знаю, она просто заглохла. Попробуй еще раз. Я ведь только что заправилась. Еще одна птичка. На другой машине Роберт в город уехал. Жаль, что он не вернулся. Обещал ведь сегодня утром. Думаешь, на очередную попойку? Не могу же я за ним все время следить. Он уже не ребенок. Что происходит, Лизи? Ничего. Ты снова видишься со Стивеном? Ого. Нельзя вести... Видите, какой тут любовный треугольничек все-таки. Если Роберт еще не знает, то скоро узнает. Если продолжит так же пить, не узнает. Вот черт. Прости, мой французский, но чего бы этой хреновине не завестись уже? Ладно, давай, я тебя подброшу. На нашу девятку смахивает первую. Конечно, хреновина она. Хрен заведется. Так, туда мы пока не пойдем. Это, судя по всему, следующее у нас... Локация. У нас еще тут есть определенные виды. Так, надо бы разогнаться бы. Посмотрите, какая красота. Вот такой вот момент можно заскринить и поставить себе на рабочий стол. Тут очень много таких красот и видов. Так, тут у нас что? Тоже машинка. Да, кстати говоря, тут тоже у нас передатчик. Почему-то машина полностью уничтожена. Мягко говоря. Могу починить телескоп, но на его линзах оказался выжжен узор структуры. Он впитывает свет и другие излучения, но никуда их не отдает. Могу предположить, что они ему нужны как источник энергии для попыток общаться с нами. Ему нужно больше энергии. Смогу ли я улучшить связь, используя несколько башен? Мне показалось, как будто рядом со мной квадрокоптер пролетел. Да, очень много здесь еще вопросов в воздухе висит. Вот насколько можно доверять наличию данной структуры в целом? То есть, она имеет место быть или это попросту... Вот как по мне кажется, это скорее всего просто плод воображения. А вот больного-небольного это еще надо будет выяснить. Фрэнк, ради всего святого, стой! Не подходи, я знаю, что ты сделал! Где Лиззи? Где она? Я должен ее найти! Не подходи! Кто-то должен их предупредить! Остановить это! Тебе это не остановить! Ты должен понять! Что остановить, как остановить, кто кого должен... Если этого не сделать, то не только долина погибнет, Фрэнк, а вообще все! Ерунду говоришь! Тебе это не остановить! Господи! Еще шаг, и я тебе голову разобью! Клянусь! Ладно, ладно, я уйду! Если увидишь Лиззи, скажи ей, что еще не поздно уйти. Пожалуйста, Фрэнк, не ради меня, а ради нее! Если ты такой заботливый, сам можешь ее спасти! Неужели ты не понимаешь? Я должен остаться! Кто-то должен остаться, чтобы убедиться, что все мертвы! Понятно? Все довольно-таки паразаично. Так, ну тут у нас... Ничего сверх такого. Запчасти от... О! Посмотрите, мельница встала, короче. Это значит, что мы... О! И сирена пошла. Кстати говоря, до этого один из товарищей Фрэнка говорил о том, что он спрятал какую-то сирену у себя под кроватью. Кстати, судя по всему, это она и есть. Которую он запустили. Ну, я так понимаю, вот в этой серии мы прошли все точки. Раз уже сирена зазвучала. Ну, наша задача теперь потопать к мельнице самой. Так, мне вот интересно. Такое чувство, что оттуда было течение, да, со стороны пруда. А здесь вода и идет в противоположную сторону. Интересная схема. Ну, да. Вот не поймешь, вот... Таких товарищей, как Стивена. Вроде... Встречался с одной. Потом уже начал встречаться с другой. А та еще его любит и помнит. Ну, как-то не пойму. Ну, и у меня такое чувство, что все-таки Кейт, она более равнодушно относится к Стивену, нежели вот Лили. Ой, Лизи. Так. Ну, вот. Мы пришли... Очередному основному, важному знаменателю, который нам раскроет еще одну концовку. Ага. Меня зовут Фрэнк Джейкоб Эпплтон. Если вы это слышите, то Стивен, похоже, был прав. И самолеты помогли. Утро сегодня красивое. Я не был с Мэри, когда она умерла. Был слишком напуган. Пошел в пак. Чему быть того не миновать, сказала она. Будь со мной, когда это случится. А я ушел. Теперь не уйду. Теперь я буду с тобой, Мэри. Они уже близко. О, точно, да. Шандарахнули бомбы. И, судя по всему, вот. Фрэнк в этот момент и погиб. Как и предыдущие наши персонажи. Да, ребят. Вот такая вот печальная история у нас. Ничего. Хорошего. Прям эмоции, знаете, прям зашкаливает. Аж душу продирает насквозь. Вот. Видите, вот даже вот данная концовка, вот этой конкретной истории, уже говорит нам о том, что все-таки, когда живы наши родные, надо уделять им максимум внимания. Когда мы эгоистично отталкиваем их от нас, занимаясь своими несущественными делами, да, а потом уже начинаем очень сильно жалеть. Начинаешь уже понимать, что вот твои вот эти капризы, да, мелкие проблемы, это ничто. Это сущий пустяк этого чертовщина. То есть, начинаешь понимать, что относительно того, о чем твоя голова болела, это ничто вообще. То есть, это пустышка. Когда погибает и уходит твой любимый человек, еще и при чем самый близкий. Печайно. А, кстати говоря, там еще, если можете заметить, там дальше какой-то проблеск идет. Судя по всему, там ждет нас очередной персонаж. Пока я не припомню, честно сказать, кто там дальше будет, но красота. То есть, понимаете, все вот это вкупе и история, музыка и картинка, она... Вот это, получается, некий микс, да, который всеми своими правдами и неправдами пробивает вашу душу насквозь. То есть, и дает задуматься о очень важных моментах, которыми окутана вся наша жизнь. Ну, у вас есть пища для размышления, ребята. Если у вас какие-то есть возражения относительно моих предположений в данной серии, пожалуйста, пишите в комментариях, я буду очень рад. Хотя бы одному комментарию, если вы хоть что-то напишите. Хотя бы что-то не связанное даже с этой... С этим прохождением, но что-то из своей жизни, например. Может, кто-то из вас все-таки пережил что-то подобное, что пережил непосредственно Фрэнкт. Так что, пожалуйста, пишите, делитесь. Я с удовольствием буду отвечать на каждый комментарий, который здесь будет написан под этим роликом. Ну, что ж, спасибо вам большое за то, что были и сегодня со мной. Я вижу, что у меня не особо большое количество просмотров, но они есть. Это подает некие надежды на то, что когда-нибудь у меня все-таки будет хотя бы 100 просмотров за один ролик. Но я не позлагаю какие-то надежды. На самом деле, это возможность все-таки ментально пообщаться со своими друзьями, подписчиками, которые у меня есть в группе. Так что, ну, на канале имеется в виду. Ну, спасибо вам еще раз большое, что были со мной. Я рад, что я встретил сегодняшнее утро, проходя вот эту серию. Надеюсь, сегодняшний день принесет только хорошие новости. И что мне еще сказать? Пока что все. До скорого, ребят. До следующей серии.